Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в первый раз с этим сталкиваешься Да, это плохо Когда уже не первый раз, тогда в принципе можно Хотя в любом случае Русский язык будет удобнее лично для вас Наперёд Собственно говоря А так нормально И даже если у игры мало текстов И больше геймплей То можно и на английском играть спокойно Ну, сегодня как-то посмотрим У меня в планах, конечно, было бы, наверное, пройти Dust Ещё раз И сделать это в прямом эфире Уже с PlayStation 4 я проходил на своём слабом ноуте Собственно Не все красоты смог разглядеть Вы сами, возможно, видели Что произошло с видеорядом При записи в некоторых моментах Было не очень круто, конечно, потом это всё монтировать Очень жалко Что таким образом я уродую эту красоту Которую создался на всего один человек Что суперудивительно Ведь, например, вспоминая Ту же самую Walt of Go, мою любимую Которую создали два человека И там видно, что работала не очень большая команда Игра получилась классная Но видно, что она маленькая И такая вся минималистичная Даже ваш любимый Undertale Тоже отчётливо видно, что там, ну, действительно Ну, может быть, не один человек работал Но вряд ли много людей Или ту же самую To the Moon В принципе, спокойно можно сделать В одиночку И античембер Я, кстати, так, на самом деле Про античембер и не понял Делал ли реально его один человек Авторы изначально И бы ему помогали Но там тоже, в принципе, не так уж много элементов А вот, например, если взглянуть на Бастион Или на Castle Crashers Там, конечно, работали не большие команды Но команды И дастин Лизиан Тейл Она, как минимум, выглядит как игра На которой работала команда Небольшая, но команда Но Дин Додрил сделал её реально в одиночку Работал над игрой больше десяти лет Точнее, сначала он работал над мультфильмом А потом в 2009 году решил Ну, я крутой аниматор У меня куча анимаций Но мои амбиции для истории слишком велики Придётся ещё анимировать, анимировать А я могу, бац, эти все анимации использовать для игры Сам разобрался, как кодить С движком работать И сделал очень классную игру Которая, как по мне, местами Геймплеем даже куда интереснее Чем тем же самым сюжетом И прочими вещами И я особенно рад, что мой обзор На Канобу прикрепили В местном пабе В список интересных Что было удивительно На стоп-гейме, к сожалению, люто заминусили Хотя потом у нас есть люди С которыми у меня даже там диалог Завязался насчёт, опять-таки, антагониста Данной игры И немножечко ситуация улучшилась Вы тоже, в принципе, можете зайти на стоп-гейм Найти там аркадный обзор Поставить ему плюсик Я ни в коем случае не Призываю накручивать Но можно Один плюсик-то поставить Чтобы хотя бы из нища полнейшего Вытянуть эту запись И Можно ещё и комментарий оставить Чтобы она тоже там поднялась И ещё некоторые люди увидели Этот обзор Может быть оставили тоже какой-то свой фидбэк Не знаю Я уже думал, будет ЕГЭ Ну, ЕГЭ будет Скорее всего, завтра Правда, непонятно, когда Потому что, скорее всего, вечером я буду занят И днём я буду занят Но днём занят буду так Относительно Поэтому можно будет где-то После обеда Запустить стрим по ЕГЭ У нас история На носу И Да, я хочу пушить ЕГЭ Пока горячо, что называется Не знаю Может мне это надоест Но пока Пока всё Всё круто Ладно Нажимаем X И Самое, что ещё забавное Я не знаю На PlayStation Вроде не было этой заставки Но вообще У Dustin Lysion Tale Есть издатель Этот издатель Microsoft И это довольно забавно Знаете Играть В игру под издательством Microsoft На консоли PlayStation Ну, такое Да, к сожалению Вот я зашёл Был в сеттинг Здесь Можешь только сделать Громче, тише Да, здесь Так как ты пока один Фидбэк Как обычно По звуку От тебя я жду Громко, тихо Меня слышно Наверное Нормально Но вот Может быть иногда Что-то со звуком Поэтому Она вроде как Негромкая На самом деле Вообще-то Я не чувствую Так сказать Каких-то Зашкаливаний Как это бывает Очень часто С играми Особенно Где нельзя Звук Никак видоизменять Но Здесь все Более-менее хорошо Ну что ж Нажимаю Start Game Так Понятно Автосейвы Слоты Ну Зачем мне Какие-то слоты Пусть будет Normal О, ну так Можно, конечно Раз на стриме Проходите В казуале Но нет Здесь Не такая же Сложная игра Поэтому Normal Хотя Можно Можно увеличить На самом деле Hardcore Ну хардкор Нет Ну нет Пусть будет Normal Ну нет В пень Зачем порть Использование Впечатление Ура Своя Своя Свои 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 Дvieма Все Свои 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 Все Как Пер defending Использованы Своими Главное из алиссийских сказок началось Лучший воориор встал против армии, сломывая его путь через всех, кто против него Морбер не стоял на шансе Но это было бы не было Но, несмотря на его победу, его силы, его вероятность Вариантный солдат умер на сегодняшний день Не для Малбе, но для одного ребенка Горя... Горя... Что? Ах... Горя... Что ты? Что такое? Так... Ты был призван... Что? Точнее я был призван... Зачем ты был призван? Я не знаю... Но... Мы узнаем это со временем... Теперь поднимись... И... Прими клинок... Араха... Стоять! Остановись прямо здесь! Ээээ... Она кто такая? Я? Я Фиджет! Я хранительница этого меча! То есть, на самом деле, конечно, у нас начинается так... Вообще, какая-то лютая дичь, вроде ахинея... Но... Сейчас все так разокрутится, разовьется, что... Жалко, что никого нет! Что за фигня? Такая классная игра! Никто даже здесь сбежал, походу! Что происходит? Что происходит? Ужас какой! Я... Я не понимаю, зачем я всем этим занимаюсь? Зачем я стримлю? Для кого? Вот такая... Такая радость, серьезно! Даст это... Прямо... Такое открытие, знаете... Откопал, что называется... Изумруд... В этом всем стимовском... Не знаю, как это все... Назвать-то более... Цензурно... Ну... Вам же хуже! Вам так скажи! Серьезно! Такс! Эм... Зачем я так перей... Я льди в пень, короче! Серьезно! Не приходит на мои стримы! Зачем я буду париться? Я просто буду играть для себя! Молча вообще! Такс! Ах... Так... Что это... Цензурно? Я льда Ара... И ты, Дост... Ты мой ценный цензурно-берер! Да... Ну... Это все и все... Но я думаю, что это время я получил эту штуку в Краме. Не могу тебе просто оставаться с этой штуки, Фиджет. Сейчас это единственное, что знает, кто я. Я даже не знаю, как я пришел сюда. Ну... Ну... Не могу тебе... Я выражаю тебе! Я победил! Я победил! Я не могу время для этих игр, Фиджет. Верно. Время для того, что это основное. Фиджет, ты нас присоединяешь. Хорошо? Ну... Ну... Хорошо, тогда. Клинок. Ага. Ключ. Точнее. Карта. Квесты. Материалы. Характеристики. Вот, что меня на самом деле удивило. В первую очередь, когда я запустил эту игру и... начал проверять менюшки, то что уже завершено 2% игры. И мне казалось, что она супер короткая. Но она вообще не короткая ни разу. Эти 2% будет сейчас висеть еще весь стрим. Это какой-то странный счетчик. Я на самом деле удивлен тем, что он вообще есть у игры. И... Тем, как он работает. Кролики бегают. Скачет. Вообще, игра для детей дошкольного возраста. Так, все равно мне пишет, что я вниз вроде как могу пройти. Не знаю. Странно. А, ну вот здесь. Хмм... Что это, Фиджет? Ну... Моя часть имеет, что ты называешь, 6 центов. И есть что-то в голове. Так, вот она видит сундуки. А, можно вот так по стику. Ага. А спускаться ты хочешь, нет? Не хочешь. Well on your way. Получишь достижение. Окей. Хорошо. Дин. Ты будешь выдавать неочивки за все. За первый сейвпоинт. О, теперь спрыгнул. Блин. Так. Так, а курочку что можно выставить на самом деле? И нужно. Так. А она уже выставлена автоматически. А она уже выставлена автоматически. А она уже выставлена автоматически. О, правильно! Мы нашли чест! Коррекция. Мы нашли закрытую чест. Ну, что ты ждешь? Смешай его! Это может быть нечистый пустой. Эти честы защищены от арканных локовов прошлой эрой. И они очень выше моих возможностей. Так. Я думаю, что мы нужны ключи, тогда. Да. У нас уже есть. Отлично. Пушин тёрн. Люблю ачивки. За все первое в игре. Под해야 по себе. Терри они не смогут задать. Не надо. Не надо. Мерни, конечно, убирать. Четыре 멤�уста. Смешайся, билем. Залей на улице. Терри, наверное, убирать. Помнишь о том, что ты уже учил. Нет, нет! Уберите кнопки, Стэзан! Никто ничего не говорил о монстрах. Странно. Где я учил эти силы? Ты обрабатываешь Ара, и с ней все эти силы, которые в них импульсированы. Ух, привет! Монстры? Это почему я тебя обрабатываю? Чтобы контролировать эту мощь? Это невероятно, Дуст, что я ускорбляю от моего слома для таких силовых причин. У нас есть деревья beyond эти деревья. Может быть, найти ее будет помогать в восстановлении твоих памятников. И тогда мы будем в воздухе, да? Никто больше монстров? Фиджет, я думаю, что все начинают становиться гораздо больше. И я думаю, что сегодня начинка началась очень хорошо. Попробуйте, пожалуйста, эти фибольфруты. Что-то мне скажет, что ты нуждаешься. Так, пока я могу только так резать. Так, эвейды. Отлично. Сейчас научимся. К моему любимому приему пыльная буря. И тогда понесется вообще. Ага. 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 Я уже забыл про это Спасибо, Фиджеты. Я посмотрю, если я никогда не в проблеме Что, живой еще? Нормально, материальчики падают Вот, а вот это уже сохранение И фаст тревел В одном лице Блин Хилки съел зачем-то Вот, дождик пошел Вот это точно на записи с ноутбука Сейчас бы все запикселилось Ааа, до сотни комбо не набрал Сейчас рано комбо набирать Там будет задание на тысячу Я его так и не выполнил, кстати, при проходении Потому что вообще Как по мне нереально Ееее Атаку Визгрейт пауэр Троеточие Отлично Куча ачивок халявных Спасибо, Дин Додрис ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО почти на дверь сюда где-то здесь есть сокровище это действительно красиво здесь да... так что вы где-то где-то? я даже надеялся, что ты мог бы рассказать о, милый я! я смотрю все мои мастер-классовые и навигационные опыта и追киваясь к себе за один шанс-классный шанс! извините, что я тебя взятал в это фигет ну, ты должен быть! Считаю, что ты меня взял, я тебя в голову Ты знаешь, не что я думал об этом. Это не первый раз, когда я видел эту вид. Я стоял здесь раньше, в этом месте. Тогда, может быть, вы выяснили городу, на основе этих львов? Это сложно, чтобы отсюда отходить. Мы должны перейти к пляжу, если мы хотим идти ближе. Очень хорошо. Проходите, как вы желаете. Например, тот же самый Ubisoft, который тоже делал команду. То есть до Реймона, наверное, все-таки не дотягивает и... Там немножко тяжело сравнивать. Ну, где-то почти как Шенк, например. Так что... Вряд ли, конечно, озвучивать и музыку писать Дину Додрилу приходилось одному. Но в остальном... Это, конечно, да. О, Дилдомен, привет. Давненько не виделись. Все, всех зарезал. Нет, один остался. Ой, как обычно. Давно не виделись. Вопросы все те же, абсолютно. Раз, вот расскажи, неужели ты до сих пор ходишь по трансляциям людей и смотришь у всех «Бесконечное лето». Мне кажется, это сильно сомнительно. Утверждением. Хорошо, а тогда расскажи, чем же они там все занимаются. Что так интересно смотреть такие трансляции. Так, новая способность. Ага. Во! Сейчас все будет. По сути, это не новая способность. Улучшение старой. Всё! Моё! Всовалили из небес! Так, вот, и точно, да. энергия заканчивается, действительно. Теперь вспомнил, когда она закончилась. Так, в 2018 было стримить. Так вот, я же в этом тоже. Спилдомен, понимаешь? Даже я умудрился до 2к18 пройти ИБЛ на все концовки. Бот замутил мое сообщение. Там то какие-то... Ну, понятно, почему бот замутил. У нас как бы не принято выражаться столь экспрессивно. Так. Упс. Чуть не профукал ключ. Или ключи, по-моему, здесь не теряются. Так, а здесь надо... Ага. Первая встреча с торговцем. Мерчанка лежит и ждет. Не дайте его появление вас страшно. Я чувствую, что он только хочет поддержать в нашей путешествии. Пшшш. Какой-то страшно. Просто... Супрессивно. Кстати, Диодомен, как по звуку? Не громко ли они разговаривают? Я плюнул на то, что никто не смотрит стрим, все равно я даже не пытаюсь в перевод. Но чтобы хотя бы они звучали нормально, было бы отлично. Что в этом плохого? Ну, в том, что все-таки хоть никто и не смотрит стримы, не приходит, но я матом особо на стримах не пользуюсь. И видеть на экране тоже мат. Потому что сейчас вывозь на экран не очень круто. Но это вроде уже 10 тысяч раз обсуждалось. И правила, в правилах все написано. Вообще, можно выдать тебе предварительное предупреждение, но я пока не буду. когда боты с этим справляются, это не считается. Норм, отлично. Спасибо. Я ожидал тебя, stranger. Кто ты? Мирли, другая, с многим товаром для покупки. Мы должны проводить бизнес. А, before you leave, может, я предлагаю мне сделку. Сколько у меня было этих предупреждений, не знайте, лбв. Мне кажется, предварительно у тебя было когда-то уже, на самом деле. Но это было так давно, что я уже не помню. И точно утверждать не могу. они могут выставить изменить 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 изменить. Я могу дать материал, я не уверен, какой материал дает цена. Не раз оно у меня было Ну вот Тебя память на это получит, чем у меня Спасибо Посмотрим твои стороны Да на самом деле не так уж и много Ты был-то На трансляциях двух-трех бесконечного лет Всего-то На самом деле Такс Такс, так А вот, переключаюсь на продажу И что? Это что? О, я могу это все одеть на самом деле Материалы Вот, у него этого всего нет Катона нет Вот этого нет Чтобы это ни было Так Мы неплохо так заработаем Сейчас Это свой первый миллион Я заработал Скармливая всяких лам Торговц Так, отлично Квест комплитет У меня было что-то, что я Лол, 8% Я говорил, что Что с счетчиком? Я не прошел 8% игры Даже близко Не понимаю Так, можно здоровье улучшить Айф И все, походу Больше нет, нет, я хотел Одеть на себя Вот эту штуку Плюс 2 атаки, плюс 2 Удача, на самом деле я не помню, на что Здесь влияет удача Но это характеристика Значит, что-то важное Так Это летающая бомба Куда я должен ее привести? Наверх, наверное, просто Да, блин, тут, конечно, я должен был Не стоять прям В том месте, где она взрывается Понятно Так Куда я должен ее привести-то? Не, явно не сюда Значит, внизу есть какой-то проход Отлично Отлично Ой, ее Нет Верните меня назад О, по рецептике Твою налево Ну, кто посмел ее взорвать? Ладно, с ними разобраться, наверное Так вообще поступил бы нормальный, адекватный человек Но не я Что за подготовки Ой, Дилдомен Много пропускаешь важного Уже два суперважных стрима Было пропущено тобой Завтра, возможно, будет третий Если все будет нормально Готовлю Зрителей Которых нет, как видишь К тому, чтобы они нормально сдали ЕГЭ Поступили в универ Получали стипендию И донатили В этом мой план Ну и плюс просто Веселье ради И как-то немножко восстановить Свои школьные знания Так, четыре ключа А у меня сколько? У меня два Так, понятно Здесь рано пройти Ну, можешь посмотреть Не знаю Поклацать запись Обычно поначалу весело А потом я устаю И начинается грусть, печаль Неубиваемый Пока, конечно, все просто И кажется, что Можно было брать и хардкор Но это пока только Вступительная часть даст Клацал Там гум-предметы В смысле гум-предметы Ну, в прошлый раз была география Потому что по географии Первый экзамен А в первый раз была математика Завтра история должна быть Опа Скатился Физика тоже будет Но она в самом конце А что Аж 20 июня Насколько я знаю Будет егэ по физике Поэтому с ней можно пока не спешить Вот это я помню Вообще, на самом деле Не такой простой противник Как может показаться Кто это олени? А, мы пришли В поселок Вот почему это опасный противник Так, парирование Так, парирование Так, парирование Это важное И ты должен быть Встречать противника И как вы можете видеть, успешный парень может также уничтожить твоих врагов. Теперь, выставь эту хрустку из его мизеры. Я вижу кого-то там. Попрос им, если у них есть что-то, чтобы съесть. Мы немного в порядке, Фиджет. Не волнуйся, я тебя потом покажу. Эй, я не петля. Но, эээ, я бы вам понравился. Спасибо. О, привет! Ты меня удивляешь. Не получишь много путешествий так далеко от города. Извините за это. Это хорошо, наконец-то встретиться с другим лицом. Так что, мы ближе к городу? Ты имеешь в виду Орора? Да, это только в этих деревьях в север. И я думаю, ты может быть только в час. И что ты имеешь в виду? Монстры, атака в север. И все равно, когда ты появился. Я помню, что я слышала, что кто-то кричит. В чем суть за место? Ну вот, это только начало. Ты продаст, если? Ну, можно, конечно, посмотреть аркадный обзор, который вышел в прошлую пятницу. Вот, но... Пока просто этот чувак проснулся, не помня кто он что здесь делает. К нему прилетел меч разговаривающий. Сказал, что у них есть судьба вместе. Они должны что-то сделать. Потом прилетела Фиджет, которая была хранительницей этого меча. И когда он от нее улетел, она, честно говоря, была не очень рада. Пожалуйста, ты должен успевать. Посмотри! Пожалуйста, помоги нам! Аааааа! Посмотри на размер этого шага! Не волнуйся, я думаю, что я могу обеспечить это. Попробуйте все, что ты научил, Дост. Позвольте этих слабых животных из этого существования. Позвольте! Понятно. Я уже почти помер, между прочим. И помер. Но у меня был Камень Возрождения, правда... Я об этом не знал. Я думал, что их еще нет. Блин, он опасный. да ладно лол ладно хорошо загружаемся вот я же говорю что с поначалу все может казаться изи но на деле вообще не изи ни разу с пятым уровнем делом и поим сейчас будут более тактично работать блин какой у него радиус действий мэм надо конечно спарировать его на самом деле насчет вместо парирования а l1 это есть и очки мне кажется ногу не спорируешь вообще от руку может быть так все очень плохо что у меня есть вообще ничего это все чертежи тоже чертеж так как нет попасть сюда курочка мистическая курочка из стены все должны а спарировать но я боюсь получить от него люлей как обычно поэтому просто уворачиваюсь пока что не больше больше уже был на стриме с ним все ясно изи игра все вот это вот опа на нот не парируется нога короче не как сейчас пытался поэтому будем скакать туда-сюда твою налево о получилось каким-то рандомным образом запарировал что-то не должно было быть так сложно вот да руку можно парировать ногами я на самом деле мне вообще где-то наверно часу на четвертом или пятом увиделось что персонажи 3d-шные они 2d-шные в принципе которые сейчас у нас на переднем фоне кстати чем не визуальная новелла опять-таки вот они говорят на передний план выходит но при этом даже вот я сейчас смотреваюсь на фон я вижу что меч в руках даст и тоже трехмерный это заяц из ну погоди старость до свидания а вот и деревня в принципе глава 1 судьба меня тоже не фанат этих вот животноподобных существ но в принципе здесь не атмосфере они тут весь мир на этом строится на самом деле меня именно это поначалу и отталкивал от игры но все гораздо глубже вот чем дел дождь закончился так резко интересен коэнсидентс если вы сгибаете а я не представляю что это за что это уже Giacomo водоподобные я точно не сказала что мое мотоцинка это но я просто немного обманул что там происходит я думаю что вы забыли светлые погодцы наплодистых монстров на пути водовой они активно на плource на они держи на всю ежедневно. Никто не болит, а не до сегодня. Если гианты появлялись на фарм Неронидас, все-таки гораздо лучше, чем мы думали. Говоря о том, где именно ты пришел? Ничего влезли здесь, кроме Кора. Мы... Проспекторов! Мы. Мы. Проспекторов! Мы. Проспекторов! Мы. 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 Проспекторов! Вы. Вы. Продолжение следует. Пожалуйста, мы. 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 не приходят на стримы. Какой я, значит, стример в таком случае? Я просто играю и все. Общаюсь с чатиком. Нет, не всегда, но честно говоря, в последнее время часто. Но это май. Это май. Я помню, прошлый май был абсолютно такой же. Пустынный. Никто не... Потому что у всех эти ЕГЭ, экзамены, прочая чпуха. Ну и плюс у меня сейчас тоже мало времени на стримы. Вообще. И то, что хочется стримить, не можется зачастую. Поэтому часто приходится стримить то, что получается. Но вот даст я вообще с радостью, конечно. Все сложно, короче говоря, Дилдомон. Все очень сложно. Не, не, это я для себя нашел такую взаимосвязь. Потому что точно такое же было в прошлом году, в конце мая. В конце апреля весь май. Но на самом деле просто я никому не интересен. Вот в чем разгадка. нет, Дилдомон, мы здесь у нас подготовительно-образовательно-развлекательная передача ЕГЭ на Параге на канале есть. Поэтому я должен, наоборот, всегда напоминать, что экзамены, нужно быть готовым, нельзя все проваливать. О, привет, Августин. О, привет, привет. Я всегда рад, чтобы видеть новое лицо, даже когда это все обернуло, как у вас. Правда. Ну, меня зовут Дустин, и это Фиджет. Привет! Не забывай мне, мистер Крампи. Он не большой на всей Айгон-данке. Фиджет и Дустин, да? Не из-за здесь, да? Ну, я не был, в основном. Айгон-данке. Проводил стрим про ядерную нейтронную физику. Тогда точно зрителей не будет, понимаешь, в чем дело. Такие вещи, кто будет смотреть. Все деградировать приходят на стримы. Да и я в ней ничего вообще не шарик. Поэтому, как это ты проводи стримы по ядерной нейтронной физике. Простые по этой части. Тут надо, чтобы профессионал это делал. Ты не хочешь к этому? Когда ты его сказал, просто скажи ему, что все это, Гастин, говорит «халар». Джейс. Добрый вечер. Ммм, это же... Я, ну, я спрашиваю. Он спрашивает. Это прекрасно. так кто еще у нас здесь есть влюбленный да все говорят мы здесь целую минуту этом городе там не так сложно как каждая понимаешь надо вникнуть вообще с физикой я где-то на уровне седьмого класса закончил свое тесное знакомство так и на олимпиады ездил всякие прочих вещах участвовал но когда дошло дело до электроники уже до электрики точнее я как-то потерял к этому интерес там слишком много разных вычислений формул и от когда все было просто когда там жидкости всякие массы объемы плотности скорости это еще было интересно для меня потом как-то все силы ну или я слился на самом деле наверно тогда мне пока подговорил что пропустил на то надо отнести кому-то послание так рейнан москва дано на девушке отнести так здесь надо сначала наверх а это поехавший нашлись позеленел тебе давай пока что у нас есть я пока что можно я не могу это Да-да, коробочку. Ах, да. Ну, хорошо. Серьезно, не важно. Они просто продолжат вернуться. Я... И ничего не могу сделать об этом. Извините. Я не трогаю. Меня зовут Дуст, и моя компания... Ты опять? Верно? Что-то ошибается? Нет, извините. Это просто интересный имя. Я Генгера. О, и о тех людей, что ты говорила? Да. Ну, это было необычное, что делать. Так что спасибо. Как ты лопни, хоть ты тресни, а не мы на первом месте. Она... Счастливая, да? Счастливая, может быть, была хорошая. Какой тип... Эй, извините, Дуст. Эй, ну, на самом деле, проходить эту игру на английском языке и ничего не переводить — отличная идея. Так я практически ничего вам не заспойлерю, кроме игрового процесса. Я реально рекомендую вам поиграть в Дуст. Так, мне кажется, я с кем-то не пообщался еще. Вот торговец здесь есть местный. Так, Humble Shop. Так, стоп, это что? Это то, что у меня или то, что у него? Это то, что у него. А что у меня есть? Вот это продадим. Подожди. У меня еще есть кое-что тебе продать. Так, вот это, да. Хотя, вообще, у меня он почти две тысячи золотых, поэтому, может быть, стоит у него приобрести что-то? Вот, например, какую-то броню. Так. Плюс одна атака. Плюс шесть атаки. Берем. Так, две атаки, две. Ага. Вот это лучше. Ну, 800. Стоп, 800 — это уже. Плюс защита, плюс... Да. Ничего себе, ключи у тебя стоят по три тысячи. Ладно. Угу. Теперь одеваем все это барахло. И потом же за первым углом выбиваем вещи получше. Но... Меня... Меня уже задницу надирали, поэтому надо экипироваться. Конечно, возможно, отчасти плохо, что экипировка никак не отображается на самом Дасте. Но, опять-таки, игру делал один человек. Мне кажется, это ему простительно. О, привет. Ты новая. Ты путешественник? Может быть, ты можешь мне помочь? Я не могу найти моего маленького брата, Корбина. Он не в городе? Нет, он не здесь. Я не могу найти его, и я смотрела абсолютно везде. Но ты не смотрела в шахте. Что ты имел? Моя имя Колин. О, я думаю, если он уйдет в городе. Он может уйти. Смешайся, Колин. Я смотрю его. Что ты его видел? Я думаю, что он делал что-то для мистера Джиани. Но когда я спросил ему о Корбина, он говорит, что он слишком много. Я реально не люблю этого человека. Джиани, да? Окей. Мы здесь. Есть ли? Назвучка тоже? Нет. Ну, на озвучку, очевидно, что нет. Но, типа, можно позвать друзей, родственников и зачитать тексты. Это не так уж сложно, на самом деле. Ну и музыку тоже. Я на Диндурил сам не писал. Воу. Прямо на голову кому-то приземлились. А, к мэру. Фиджет ее зовут. На самом деле, блин, вот то, что это делал один человек, это заметно даже по диалогам, потому что здесь есть, в принципе, диалоги, где ты можешь варианты выбора делать. Но, к сожалению, они очень редкие. И никак это практически не... Ну, то есть, они есть только, когда надо. А в основном, они все между собой разговаривают. Это печально. Если бы проработал не один человек, то это было бы более лучше прописано, естественно. И можно было бы выбирать там хотя бы... Хотя бы из двух вариантов всегда. А так просто рассказывается история в основном линейной. Войдет в домен. Ну, всякие там правила 34 по этой игре, поверь, для тебя. Если тебе так приглянулось, Фиджет, по голосу интонации сразу вспоминаю первый райзинг. Интересно. Интересно. Ну, билдовость тебе или не знать. Нож не притворяться. Подождите, ты думаешь, эти манглезные тоги у них есть лидер? До того, как в最近 они нас атаковали в небольших группах. Ни не мы не сможем. Ну, а что они хотят? Мы хотим. 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 Что они хотим? Наш земля. Я надеюсь. Просто обзор. Но они не видят фармингового типа. Ну, в любом случае, они становятся серьезными проблемами. Если вы действительно так способны, как я слышу, вы хотите найти их лидера? Это вероятно, что их преодолевает. Вы сделаете целый райзинг для хорошего сервиса. Погода какая-то совсем не постоянная у них, скажу вам. Я... Я... Ну, наверное, те же самые дешевые актеры. Ха-ха-ха. Азовочки были. Не знаю. Так. Пойдем в доме. Ну... Ну, хорош. Ну, то есть я тебя не останавливаю насчет гугления. Ну, выражение, выражение. Сам понимаешь. Ну, вот да. Поэтому и заблочили. Долгий диалог, на самом деле. Я даже не вникаю в него. Хотя там странно, что за этот... Ну, поверь, если ты будешь писать одно и то же сообщение, и оно... Автомодом закрывается, оно не появится. Но, на самом деле, лучше бы заблочили другое твое. А тут вроде норм. Так. Это мы выходим из города. А, вот еще есть кто-то. Эй! А, вот это исследователь. Да, это я. Это Грэйс. Так, ты должен знать свою дорогу там. Может быть, ты можешь сделать мне удовольствие. В зависимости от удовольствия. Что мы можем... У каждого есть какие-то квесты для нас. У каждого есть какие-то квесты для нас. А, нет, это не исследователь. А, нет, это не исследователь. В таком слове... Да. Но это не так, как я люблю дать им что-то оборудование. Если у меня было более материалов, я мог бы сделать более герой. Здесь. Скажи мне, Васс. Если ты мог бы мне 5 петель, я бы счастливее купить их, для больше, чем покупать. Я буду держать мои глаза открыты. Очень приятно. Я буду ждать прямо здесь. Так, как теперь запомнить вообще все это дело. Ну, давайте в шахты тогда спускаться. Или нет, нет. Сначала надо поговорить с этим, со стримером. Че я слышно? Ща. Утожи, только голос впервые слышишь. Да это, наверное, там, не знаю, дочка. Дина Додрил озвучила. Это, наверное, не удивительно. Да, это, наверное, не удивительно. Ну, потому что, они детский голос совсем. Хотя у нас часто, ну, у нас, я имею в виду, русскоязычных сегментах, женщины озвучивают и маленьких мальчиков, и маленьких девочек. Геони, я хочу спросить вам о нем, Корбин. Ах! Вы его видели? Где у него плохая девочка, Ранавду? Я надеялся, что ты мог бы мне сказать. Он может еще разобраться время в Ivydale Glen. Я просто знал, что я не мог бы вернуться к этому девочке, чтобы чистить мои фабрики. Корбин... Вы... 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 Мotros... Понравится... Может, если вы выжегаете на него, вместо того, чтобы обрабатываться. Что? Я буду его найти. Тогда мы будем получить небольшой чат. Что я пытался здесь найти, конечно. Ну и вон какое-то кольцо уже сразу. Хотя нет, оно хуже. Ладно. Так, а как спуститься вниз? Я что-то не понимаю. Ну и ладно. Может быть вход не здесь. В пещеру. А дальше. Вот здесь. Камни, которые висят в воздухе. Левитации. Так, какие-то заметки. Сейчас бы их читать на стриме. На английском. Терл, что ты скажешь о тех видосиках МК, что я тебе скину? Я еще тебе писал. Один я посмотрел. И там треть последняя личная вообще. А второй я проскипал ни о чем. Если я ничего не ответил, значит никаких эмоций не вызов. Так. Карта мира у нас, между прочим. Ну вот на 37% прошло. Ну, музончик пошел. Так. Ага. В общем, надо кристалл иметь соответствующий. Вот чтобы спасти парня из бастиона в этой игре, тоже нужно собрать кучу кристаллов. Но я их все тогда не собрал. Ну, может быть прикольно и себе интересно. А так мне было вообще безразлично. Зачем мне представить какого-то монстра? Какой-то игры, в который я не играю. Вообще не разбираюсь, поэтому. Хоть объясняй, хоть не объясняй. Не бесите меня, летающие свиньи. Палки больше, чем они сами. Ну так. Это же аниме. У всех в аниме палки больше, чем они сами. Нормально улетел в другую локу. Но при этом в этой локации есть сундук. А где? Знать бы. Да ё-моё. Ладно. Окей. Потом как-то. Ты понял, система маунта была и в предыдущей. Может быть. Опа. Блин. Теперь даже не вижу полоску его здоровья. Чёрт бы его побрал. Так. Будьте любезны. А почему у меня не сохранился дефенс? Ой, нормально. Я два угрона не получил. Сейчас всё будет. Сейчас буду резать. Буду бить. Так. Денежки. Собираем донаты. Ой, мир робота давно уже никто не будил, по-моему. Так, стоп. А если я тут пройти не могу ещё? То куда наверх? Очевидно. А. Перестарался. нормально сейчас страшно не произошло за 200 кстати комбо есть ачивка сейчас мне выдали но как тысячу набить я не представляю серьезно это какой-то новый надо быть супер тут просто реально зачастую врагов не хватает чтоб набить тысячи не умирает все раньше гораздо раньше ой а все равно сбилась комбо поэтому самом деле зацикливаться на комбо это вообще не про меня но сейчас чё-то наблюдаю каждый раз слежу интересно до хейли мы с вами доберемся вот новый противник ну это шпыльная буря да фиджет бросает эти штуки а я блин а я получаю урон и хватит гореть хочу гореть а стоп они еще уязвимы только когда убираются руки от глаз вспомнил о торговец привет еще есть во первых конечно же смотрю что я могу не продать когда начнем крафтить все понадобится нет ничего не могу но в принципе пока ничего интересного рецепты у него в каком разделе продаются в каком наверное нужно все искать ищет окей или можно просто их 3 делить они потом сами взорвутся но из-за этого теперь нельзя вот так вот делать врываться вверх спокойно летать теперь нужно быть осторожным так и опять таки еда закончилась и и и и и и все горит все бомбит и 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 какой-то не нашел чё подожди чего кригер ты чё творишь за субскрайбиться решил ну ты конечно да даешь даешь жару а говорил никогда никогда не буду самится никогда в жизни это ужас какой-то да действительно ха-ха-ха теперь у тебя есть элитный смайлик у ее че сделал геймпад положил на клавиатуру ну и как я на самом деле обещал мне конечно мой смайлик реймана нравится я могу его поставить за 25 баксов он всегда останется моим но я обещал я напоминаю что теперь ты можешь придумать какой-то свой эксклюзивный смайлик и пользоваться им ну смысле я его добавлю как смайлик канала саба за пять баксов можешь им пользоваться ну конечно такое уведомление во первых я стримлю с playstation 4 очевидно что никакого никакой анимации на экране нет но звуковое хотя бы включено поэтому да естественно такое уведомление никто ж не сабится никогда у меня когда-то были субскрайберы но потом все кого-то всплыли а теперь есть тоже субскрайбер это все удивительно самом деле большое тебе спасибо правда конечно сам понимаешь что половина денег ушли твичу половина денег ушли мне но не мне а куда-то на счет где нужно что все накопилось поэтому еще будешь если субскрайб продлевать пару лет тогда возможные деньги увижу где рейм обман она наверное наверное у тебя смайлик еще не появился потому что там это в какое-то через какое-то время пресс блин как как грустно начинался данный стрим я так была печален и все такое и вот одним каким-то действие вообще рандомным кригер поднимает настроение спасибо тебе конечно огромное все теперь у тебя есть реймон но я тебе говорю придумай смайлик какой-то найди смайлик или ну что-то короче у тебя есть возможность иметь теперь свой собственный смайлик какой-то любой ну в рамках приличи конечно в идеале из ты его найдешь самые скинешь мне я его тогда добавлю так что до волоски на смайлик отлично все круто можно стрим заканчивать он удался на славу сап есть отлично что теперь меня возрождать голосование субскрайберов за и за игры которые стримить ближайшее время я и так не успел вообще вложиться ни в какие рамки своих планов еще и не то подкидывает целую кучу игр бесконечно которые надо попробовать отстримить не просто не просто штак она их скидывает теперь еще это ужас какой уже что-то натворил кригер зачем ты это все поднял на большое тебе спасибо я же один там буду какой смысл голосований ну как это какой смысл я список выдам и ты сможешь выбрать то что ну если это список из тех стримов которые на ближайший месяц планируется по каким играм и ты твой будет теперь голос важен он всегда твой голос важен в любом случае но теперь будет обоснованно важен ты можешь сказать какие ты точно хочешь потому что я не успеваю все какие точно не хочешь например но это все потом это все потом не волнуйся а потом может быть знаешь ты своим примером заставишь и других за субскрайбец и тогда уже будет много такого но не важно не кредит не так работает к сожалению твоему там мой список только теперь его придется составлять снова и курку съел 1 эту курку я съел курку господи уже по-украински заговорил аж с ума сошел в твою честь скажем так она была съедена блин я пряников забываю постоянно накинуть все из-за донаты нужно накинуть за субскрайб теперь ужас какой ты будешь умирать кстати размер фотографии какой должен быть фотографии ты что там решил фотографии кидать в идеале это должен быть такой маленький рисуночек как можно более так сказать минималистичный в плане чтобы там не было мелких деталей потому что они все работ не видны там надо 33 размера 52 на 52 если не ошибаюсь 28 на 28 и какой-то еще промежуточный но и я я потом потом обсудим давай сейчас я не помню там надо в трех вариантов чтобы это было да по-моему 100 104 ну короче ладно сейчас я не скажу точно да там я я согласен сложно ты думал засубскрайбился и все нет теперь у тебя есть конечно эксклюзивный цвет кстати я еще хочу напомнить мы наверно дилдо мэна спугнули во первых своими субскрайбами хочу напомнить что можно делать клипы еще на твиче и я узнал здесь что и люди которые делают много клипов у них свой эксклюзивный тоже значок есть с видеокамерой или там этой штукой которую блин зачем я хилку сейчас использовал ну короче свой отдельный значок у клипмейкеров есть это раз значок во первых а во вторых ведь в прошлом году точнее в начале этого года триджи запускал и по яркие моменты у каждого стримера у нас не было этих клипов о хейли все может теперь точно стрим заканчивать привет хейли хоп хейли лолай он даже квест был к ней типичный перу так все теперь можно крафт так 50 атаки его хорош блин только на материалов нет конечно форме какахи какой-то а как можно сравнить с тем что нам не щас одета но пока всякая фигня скажем так вот у нас есть кристалл синий но к сожалению на самом деле по-моему один раз мы вернемся к хейли по кому-то задание все атака и можно дистанционно вызывать моего мы его можем сделать вот видите тут можно с ней поговорить так там ты что-то обещал за сап как я помню чего что кригера чем-то я уже что-то успел когда-то обещать за сап ну помимо того что можно иметь уникальный смайлик который сам же ты можешь добавить что мы сделаем не знаю честно о чем-то сейчас у меня хейли на экране мне норм так давай поговорим вот так я заметил что это только ты и Мэдди появились в прошлом это только вы два? не все время, нет мой папа все равно ругает форж но он обычно у нас в бизнесе сейчас он где-то вокруг моря собирая новые минералы и оры он всегда пытается сделать лучшее оружие и армор звучит как он всегда очень busy да, но я так всегда себя хорошо и Мэдди тоже может поесть я не знаю, что я когда-то ворот он любит лок週 он говорит что-то мало я могу привлечь к тому много локацию я реально не могу сказать, Деск Мэдди, у тебя есть что-то для сказать? э э э э э Ну, я надеюсь, это ответит ваша вопрос. Так что, бизнес хорошо? Ну, это... ну, это было лучше. Но все равно, мы должны продолжать идти, и это самое важное. Твоя форта довольно далеко от паратейла. Знаете, мне кажется, если бы я был действительно каким-то популярным ютубером или хотя бы стримером, то вы бы даже ухватились за этот момент и начали какие-то мемасики пилить по этому поводу, что Террол залип на зайца какого-то и все такое. А еще вы бы, наверное, как-то предполагались, что же за... какая же игра будет в финале третьего сезона аркадного обзора, но что-то... что-то тема никак не была вами поднята и схвачивается, что это, поэтому... Какой же, Кригер, я стример? Какой же я обзорщик? Вообще никто, ноунейм абсолютно. А почему мелкий носит прическу полнарифа из Джоджо? Не знаю, не знаю. Возможно, он фанат. Так, что я упустил здесь какой-то диалог. Так, ну с крафт мы ничего не можем, к сожалению, сейчас. Спасибо, Деск. Не будет долго вернуться. О, нормально опыта отсыпали. Хелли, покорми меня. Я нужно восстановить здоровье. Это было очень хорошо. Ты знаешь, почему? Я не знаю, Фиджет, почему? О, не будешь танцем! Это потому что она тебя любит! Что ты говоришь? Он не видел сигналов? Он не видел сигналов! Фанфи... фанрайтер, фанфикшн... На самом деле, вот странно. Действительно, на этом этапе кажется, что Хелли... она будет каким-то важным персонажем, но потом... все, так сказать, женскую часть повествования... главного какого-то персонажа на себя перехватывает Джинджер... и все. Ну, это, скорее всего, опять-таки... из-за того, что игру делал один человек... и все это не очень хорошо прописано. Увы, ах! Так, она нам дала... синий кристалл... который... открывает дверь... вот эту... наверное, да... Бам, стоп-телепорт! Так, записочка... Ага, и тут... А, я понял! Это телепорт в начало локации... то есть можно зайти в эту локацию... сюда пройти... и потом... бац! в телепорт... и радоваться жизни... что мы рядом с Хелли. Шесть процентов сокровищ только. Ну ладно. Адидас Форест! Абадис, точнее, конечно... О! Так, сразу! Неплохо! Я даже забыл, что я могу их хватать... не, вообще, конечно, нужно набивать комбо... потому что... если битва закончится с большим количеством комбо... то я больше опыта получу... и, возможно, даже наград каких-то... вот, level up, например... Так, ну ладно, давайте фиджет прокачаем... Пусть от ее способностей будет урон хотя бы побольше... так, не, мы все собираем... добро не оставляем... так, не, мы все собираем... Честно говоря, я даже не знаю, насколько весело... на клавиатуре и на мышке вот все играть... потому что... на геймпаде прям... все заточено, мне кажется... под геймпад... хотя... игра вышла и на мобильных платформах... как минимум на iOS точно... поэтому я думаю, что с управлением проблем не должно быть в этой игре... ни у кого... так продаем тебе если еще продать нет ничего продать лан тогда пресс-хилок покупать я помню под конец игру у меня было столько техилок что просто с ума сойти вот мне стоп 480 так думаешь что выгодней у курочка всегда выгодней что внизу понятно вражеский лагерь иногда как-то очень быстро заканчивается счетчик вроде только секунду назад сражался и хочешь продолжать набивать комбо очки а бац уже все сначала начинать обидно такие моменты так ладно вот они по стороны идут а их не выставил кучку у и ключей нет как-то вообще ладно стараюсь запомнить что здесь у нас сундук и Ммм, нормально так воздух Зелианы захватывает Так, я вижу ключ, кстати Прям какой-то апокалипсис локальный произошел Оу! Ладно А куда можно довести эту бомбу? Сейчас явно не до бомбы Так, пока нельзя пройти Точка сохранения Значит, это сверху Где-то рядом с ключом, скорее всего Есть что взорвать Ну давай Это тут вот еще есть бомба Ага, понятно Нет Черт Ну что, они просто так висят? Они же могут висеть просто так Наверное Видимо, да Я не вижу, что можно взорвать Я не вижу, что можно взорвать Да е-мое Ну вот, мне кажется, кульминация данного стрима уже прошла После субскрайба Опять все разбежались И тишина У нас На стриме Типа, Фиджит боится нет темноты, а высоты Ну, ты же летающий Летающее существо В общем, потихоньку мы начинаем узнавать персонажи поближе И они друг друга Нормально Нормально Дай, я мая Вот это вот Вообще Неприятные Ребята Вот, смотрите Он теперь другого цвета Ну и зато другие материалы с него посыпались Может быть, более полезными для нас В будущем Сейчас будет еще раз Это замечательный диалог Будет Что случилось? Погоди Огилла Надо не забывать лечиться Чтоб таких больше неприятностей не происходило На пустом месте Так, Кригер вернулся Точнее, надо говорить Не Кригера Субскрайбер А, тут это и был А, просто тишина такая была Как будто и не было Так, теперь надо Не умереть Снова Хотя можно просто Заигнорить их В принципе Или не игнорить Что-то много там Так, еще и сверху И снизу И сверху И продавец Ладно, мы потом Как-то к ним Проберемся Надерем с жопки Так, все Тоже нельзя До свидания В HALO 4 По мультииграву Я Хотел бы поиграть в Halo Но, к сожалению Xbox'ов не завезли В мою жизнь Наверное, никогда не завезут Это, пожалуй, наверное Десный эксклюзив Xbox'а Который мне вообще интересен Говоря об эксклюзивах Драгон Эйдж Инквизицию Обычную в свое время Но, конечно Те игры я прошу Сейчас коробка На выходные Бесплатный мульти Да Ух ты Хочется сказать Все так плохо Но, на самом деле Это вряд ли как-то связано С тем, что все плохо О, это что такое? Не помню я Летающих медуз Ага, нет Электричеством Теперь стрелять будет Помню Только этого мне не хватало В жизни Для счастья Чтоб по мне Летающие медузы Электричеством Я уже, на самом деле Забыл, зачем Опущу эту локацию Вроде висел Какой-то квест А, мы, наверное По основному квесту Ищем предводителя Этих монстров Если урон не повышает То, наверное Будет более реально Сделать тысячу Наверное Наверное Более реально Но, мне кажется Просто здесь есть места Определенные В которых можно комбо набить Но пока все равно Нет смысла Потому что тысяча комбо Я не просто так говорю Тысяча комбо Будет квест В этой игре целый Набить тысячу комбо Если ты сейчас Их набьешь Что в квест Это не засчитается Придется заново Зачем нам это делать Нерационально Надо, кстати Кригер К тебе вопрос Когда я в бастион играл Ты прикола бастиона Не понял Насколько я помню Твои сообщения в чате Как тебе даст В таком случае Чем ты геноцид устраиваешь Не знаю Не знаю Но они на меня нападают Я их не трогаю вообще Так Синий кристалл Понятно А если в эту сторону Пойти Тут же что-то не так Ааа Они Они еще молчане На нее накладывают Это прикольно Обыгрывается Это тоже Тут только С видом сбоку Они сверху Понятно Что-то Что-то Террибло В реальности Не уверен Как я пойду Субтитры сделал DimaTorzok 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 С кем она там вообще сражается? Собираем, собираем А там конечно будет не только вот эта белая непонятная субстанция И молнией будет и огонь Я по-моему огнем пользовался, чаще всего это было Твою налево Так, ну ладно, пока не зачем скупляться Хотя наоборот, наверное, есть зачем Я действительно не люблю виду этого Мы сделали это так далеко, Фиджет Слышь близко к мне и ты будешь в порядке Что ты видишь, Ара? Что-то? Еще один враг находится перед тобой Но этот Что это, Ара? Такая... Вдох Такая... Вдох 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 Что ты сделал? Ты убил всех этих виновных людей Ты боишься говорить мне о виновности Когда ты так самообороны умерли Много моих детей Твои дети? Ты говоришь о том монстре? Кто это? Ты не помнишь мой имя Я уверен, мой друг И ваше время Ты не hilsi забудешь его Типичная GTA Мьюту Разбушевался Вы знаете я больше, чем тех монстров, которых я провел раньше И, как к ним, Ты упадешь к моему медлению Ты Ты единственный монстр на это, пабет Как я уступил твои воли в церкале Твоя последняя думка будет, что Фьюз был победителем! Теперь умирай! Сморь! Бей это! Бей это! И я только одной кнопкой могу! В чём там орёт? Господи где он? Будьте любезны! Вообще и изи босс на самом деле! Надо просто его рубить! Уже почти до свидания! Да блин, да! Чё ты бьёшь в разные стороны! Дефьюст получил достижение! Джоджо Стар уже не тот, да? Наркотики, алкоголизм, стримы Терла Всё это ни к чему хорошему не приводит Открылся твердостью внутри тебя! Я пришел к концу! Что ты? Один из последних... Открылся на себе... ...состоящей вере... ...вотенцем... ...вотенцем... ...сосothé те... Но мы уже узнаем какую-то дичь ...та... ...что... ...даст... ... якобы уничтожил какую-то расу... ...лунокровных... ...лунокровных... ...и, кто-то выстрел заняли... ...лекотированы в шевер... ... ты и остальные, как ты А тут начинается уже раскрытие этого самого глубинного сюжета игры. Но главное, самому не свалиться с мотика. Вот как я считаю. Вот. Мы узнаем про Гая. Что ты говоришь? Кто я убил? Кто знает, кто меня смеет. Я вернусь теперь к жизни. И на этом он и помер. Накидав целую кучу вопросов вместо ответов. Мы сделали это. Он знал, что я был Фиджет. Он видел меня раньше. Если бы только он оставил больше минут, если бы только я смогла оставить его живым как-то. Как вы можете видеть, в этом городе, это не было бы такой идеей. Я уверен, что ты прав. Мы должны вернуться к Урору и рассказать к мэру Брэм. И там тоже был имя. Дайас. Монстры. Что это? Ты сказал, что у них были дети. Дети не выглядят. Они не выглядят так счастливыми, видимо. Да. Эй! Углый! Будешь играть хорошо? Какой? Углый! Углый! Он был очень много, кто виноват. Углый! так выставлять москву нашли письмо от его девушки что на класса ушла сбежала общем ужасов местных так рецептики лава лапики там похоже нашли челлендж первый в игре так ладно здоровец тогда поднимем тогда пожаловать на члендж арену одолей врагов уничтожь лампы давайте посмотрим что это такое звонишь механично пригнал мой так а стоп я покинул наоборот как так речь что слишком близко к мотик так поехали на время причем мне сразу набрали задницу плюс сто плюс сто плюс сто никого нет нормально ну давай разбивай горите видимо я очень плохо прохожу челлендж а нету две лампы было нормально и конечно урон так себе пока что надо видимо прокачивать урон способности фиджет чтобы от этой пыльной бури было больше толку еще живой еще так и где-то чуть последняя свидание да ё-моё все все лампы уничтожены и я успел а одна звезда две звезды три звезды ну на 4 не вытянул по времени хотя хотя блин было близко было близко еще чуть бы поспешил бы лидербордс дать посмотрим чего что это такое крыльентл триал почему тут 1653 а тут 4 миллиона двести одна тысяча как вообще я даже 9000 набрал а вы 4 миллиона набрали вы что с ума сошли идите в задницу так зато я что-то заработал так врач и все уже далеко от матика еще класть и снимать деньги в банк прямо через телефон но это в принципе жива жива на самом деле я тут смотрел некоторые вещи по gta онлайн рп и я даже с радостью присоединился к этому делу но увы для этого надо играть это опять на пока вот мы наконец-то увидели генерала гая сервы zebra но но это к это ф я хочу ответить, как вы желаете, генерал. Где ты, мой друг? Почему ты спрятаешь от меня? С 47-м уровнем, Кригер. Получаешь наличку через телефон. Ну, я знаю, так сказать, некоторых Моррисонов, которые вообще наличкой не пользуются у себя там в столицах киевских. Поэтому и жизнь. Что-то плохое новое. О? Все... все хорошо? Мы путешествовали в Дене. Она была бурена на землю. Что? Да-да-да! Деревня твоей девушки полностью испепелена в сумасшедшем мьюту. Есть новая нота. Это древняя тебе. От кого-то, который назвал Сарахи. Сарахи? О, спасибо тебе! Она должна быть живой! Она должна уходить! Пожалуйста, давайте посмотрим! Что ты думаешь, Маска? Она учитывает место, которое только две из нас знают. Это хренька, не далеко от здесь. Пожалуйста, Дикий, на самом деле, квест. Тут откроется локация пещерная, где надо будет искать выход. Нет. Мы туда пока еще идти в раны. Потому что у нас нет способностей к передвижению по некоторым местам. Чего? Непонятно. Все прослушал, кроме выжжжжж-выжжжжжж. Фиджит умеет иногда все четко и ясно прояснить. Ооо! Пусть! Мы заходили к тебе за то, что ты сделал для нас. Гиэн и я просто будем отдохнуть немного здесь, в Aurora. В самом деле, может быть, ты можешь поговорить с ним? Он никогда не предоставил это мне, но я просто знаю, что что-то его уничтожает. Конечно. А где он сейчас? Он был спешком близлежащего входа, где ты спасли нас. Спасибо, Dust, за все. Пожалуйста. Так, мэр, вряд ли наверху был. Ха-ха! Это круто, что ты вернулся, сын. Я знал, что ты мог бы это сделать. Монстры уже пришли, они уже вновлены. Скажи мне, что случилось? Ты конфронтировал их лидера? Нет. Он был прямо где ты думал, что он был. В самом деле, он остался ждать за нас. Ждать? В центре маленькой деревни, окружающей... ...возвращающей... 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 О, нет. Это могло только быть в деревне. ...возвращающей... 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 Не-а. Извините, мэр Браммон, но нет. Этот собак, который выстрелил в деревне, он был какой-то вид... ...возвращающий армор. Насколько не было... Сознавался... ...возвращой... ...возвращающий? Монстры, может быть. Не думаю, что Джинджер умеет что-то? Джинджер? Эта девочка на хелле? Её семья умерла почти год назад в Зеплик городе. Некоторые дни на север. Генерал Гайас и его солдаты смотрели мунблод симпатизации. Генерал Гайас? Знаешь, кто он? Не... лично. Его не имя, который мы отражаем, без правильных ценностей. Я никогда не видел его или его солдаты, но трагедия начинает следовать в их время. Так, почему они умерли в семье Гинжер? Они помогали мунблод, конечно. Помогали мунблодом, это трагедия. Гинжер исчезла, но ее родители и его брат не смогли. В любом случае, я не благодарю вас за выставку этого мунблода до того, чтобы он пришел ниже к Урора. Если вы хотите спросить Гинжер о фьюзе, я рекомендую, что вы уходите. Слышно, она была готова оставаться в городе. До свидания! Так, ну что ж, кажется, пора заканчить стрим, к сожалению. Я бы еще где-то часок с радостью побегал бы в Дасто. И я думаю, мы продолжим как-нибудь, не знаю когда. Может быть, если Дастон Лизентейл выиграет группу D нашего аркадного турнира. И тогда обязательно будет стрим по этой игре еще раз. Может быть, и как-то при других обстоятельствах я бы сразу прошел бы игру до конца во второй раз в жизни. Она мне очень действительно понравилась. Вот. Ну, к сожалению, конечно, группу C первого тура аркадного турнира выиграла за Wolf Among Us. То есть не к сожалению, что выиграл за Wolf Among Us, а к сожалению, что ее я не могу постримить. Но когда-нибудь обязательно это сделаем. Вот. Можно было бы, конечно, ее постримить с PlayStation 4, но она также только на английском языке. А вот мы видим, что здесь целая куча диалогов. И тяжело это, наверное, воспринимать на стриме на английском языке. Да, особенно без моих попыток перевода. А когда вот Wolf Among у нас полностью почти на диалогах построено, это вообще никуда не годится и будет ничего не понятно. Поэтому вы, линия нашего победителя группы C, мы на стриме не увидим. Но, в любом случае, продолжайте активно принимать участие в аркадном турнире. Сейчас вот начались все матчи группы D. И сейчас отстартовал матч To The Moon против Shelter. Завтра будет матч как раз-таки с участием Dust, Enelizion Tail против Bastion. То есть прям такие игры. Одно и то же, по мнению Кригера, только то с видом сверху, а это с видом сбоку. И уже в пятницу выйдет последний выпуск аркадного обзора в третьем системе. Возможно, и вообще последний выпуск аркадного обзора. Мы узнаем последнего участника аркадного турнира. И тогда уже, собственно... Собственно, мы уже знаем трех участников четвертьфиналов. Это Castle Crashers, Botanicula, Wolf Among Us. И скоро узнаем четвертого, это победителя группы D. И потом еще двое вырвутся из второго этапа, где участвуют третьи и вторые места. Первый этап. Короче, все запутно, как обычно, но в любом случае уже, по сути, половина аркадного турнира прошла. И пора бы уже делать предсказания, там, фан-арты, плакаты, кричалки придумать, а то как-то тоже все грустненько там. Ладно, в любом случае, большое спасибо всем, кто сегодня заглянул. Было мало, конечно, народу. Особая благодарность Кригеру за субскрайб. Это вообще было супер неожиданно, конечно же. И я думаю, если все завтра будет хорошо, то, наверное, не вечером. Потому что вечером, скорее всего, я буду занят. А где-то после обеда попробуем продолжить нашу замечательную рубрику ЕГЭ на пороге. Скорее всего, будем проходить историю, как хотела Вире. Вот такие у нас планы и дела. Играйте в классные игры и не скучайте там. Выходные все-таки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok